Данное видео будет посвящено эпоксидной смоле, а также пигментам для нее и втирке. Это пигменты красный и синий, они бывают очень разных цветов, а это втирка для маникюра. Ее можно использовать в эпоксидной смоле, она дает эффект перламутра, перламутровых блесток. И то и другое можно купить на Алиэкспресс, я там и купил. Я оставлю ссылку, точнее ссылки на эти товары в описании под видео. Обязательно загляните в описании. Сейчас я сделаю следующее, я сделаю магнитик на холодильник вот из этого. Это фигурка вырезана из фанеры, фигурка Красного моря. С одной стороны она окрашена акриловой краской, здесь она не окрашена ничем. Я сейчас покрою слоем лака по дереву и этим лаком как бы приклею на слой скотча, на ту его сторону, которая не клеится. Вот тут у меня на бумагу приклеен скотч, соответственно эта сторона, которая наверху, она не клеится. Вот этим лаком я буду покрывать. Это будет временная приклейка. Когда лак подсохнет, я в эту полость внутреннюю буду заливать эпоксидную смолу и получится такой красивый магнитик. Как бы внутри Красное море, а снаружи суша. Но смолу я буду заливать не просто чистую, а добавлю в нее пигмент синий и плюс добавлю втирку для маникюра, для придания еще большей привлекательности этому изделию. В принципе лак пока сохнет, я могу смолу замешать. Это смола, это отвердитель, это силиконовый стаканчик, мерный стаканчик. На него я оставлю ссылку в описании, я его тоже на Алиэкспресс купил. Смолы 10 грамм, отвердители 6. Мешать буду 5 минут, затем перелью в пластиковый стаканчик чистый и помешаю еще немного. Переливать нужно для того, чтобы не оставалось участков, где смола не перемешалась с отвердителем. Итак, лак конечно же уже высох, акриловый лак сохнет минут за 10. Теперь я беру синий пигмент и капаю одну каплю стаканчик с эпоксидкой. С пигментом если переборщить, то будет просто черный цвет смолы. Дальше очень важно хорошо перемешать. Теперь я налью вот сюда в эту щель этой синей эпоксидки. Экоксидки Проект ро́к в проэyk Добавляю втирку в подкрашенную смолу и снова перемешиваю. Втирка представляет собой порошок. Вот так на кончике ножниц. И снова перемешиваю тщательно. Перемешаю, потом поверх залитого слоя залью вот этот со втиркой. Я встречал вариант втирку просто натирать на подсохший слой, а дальше заливать другой слой. Вот так, не размешивать втирку в смоле, а между слоями ее натирать. Но я так попробовал, мне не понравилось то, что получилось. Она неравномерно как-то легла и просто некрасиво получилось. Теперь я лью слой со втиркой на уже залитый слой в Красное море. Теперь надо как-то придумать, что делать с оставшейся смолой. Вот я вижу, из щели потихоньку смола начинает вытекать. Ну там была щель. Но ничего страшного, смола густая, она сильно не растечется. Конкретно эта смола густая. Я ее купил у себя по месту жительства. А вот эти формочки для кулонов, они с Алиэкспресс. Я на них ссылку оставлю в описании к видео. Все-таки загляните в описании. Идеально, если смола при застывании находится при температуре 25 градусов. 20-25. Сейчас у нас немного похолодания летнее. Где-то 20 сейчас есть. Но я буду стараться на солнце держать. Важно, чтобы то, куда смола заливается, чтобы эти формы находились на ровной поверхности. Иначе смола будет стекать в какую-то одну сторону. И застынет криво. Вот тут, например, видно, куда наклонена заготовка. И сейчас я подставлю что-нибудь, бумажку какую-нибудь. Втирка красиво переливается в синем цвете. Всем доброго утра. Я хорошо выспался. Ну а смола хорошо застыла. Ногтем давлю твердое. Но теперь можно отдирать ее. И я думаю, это будет достаточно легко. Вот и все. Какая красота получилась. Ну теперь надо лишнее все почистить. Вот этот кусок отчистить чем-нибудь. Ну я надеюсь, видно, какой в середине он прозрачный. И как блестит втирка. Но втирка блестит немножко так ненавязчиво. Будет еще фотка. Кстати, вот сережки, которые я излишком смолы залил. Они тоже застыли хорошо и блестят. Видимо, из-за того, что под смолой есть фон, блеск втирки виден намного ярче, чем здесь. Так, я думаю, здесь нужны кусачки. Ну теперь, наконец, поработаем напильником. Ну, конечно, поймут, что это Красное море только те, кто неплохо географию знает. Это неплохо. По-моему, неплохо в 33 года знать географию на уровне 6-7 класса. А может и не по-моему. Синее море, белый пароход. Это все у меня в планах для творчества. Море ведь оно сообщается с океаном. Оно не замкнутое, как озеро. И я специально сделал вот эту щель, через которую смола протекала. Я бы мог сделать замкнутым вырез внутренний. Но это было бы как озеро. Это можно Каспийское море, можно Мертвое море так сделать. Это все озера. Ну, и вот так выглядит магнитик в законченном виде. Вот я добавил тут надпись Red Sea, Красное море по-английски. С помощью акрилового маркера. Ссылку оставлю в описании. С этой стороны я наклеил два магнитика неодимовых. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok